Искусствовед и критик, большое спасибо за то, что присоединились к нам как онлайн, так и офлайн. Я очень рада, что я сегодня офлайн модерирую эту сессию, которая называется «Создание пространства. Новые перспективы самоорганизующихся арт-инициатив». И мы здесь объединили кураторов, коллекционеров, искусствоведов, которыми я действительно восхищаюсь. И прежде всего я хотела бы обратить внимание на спонсора этой панели. Это журнал «Russian Art Focus». Он публикуется на английском языке и охватывает то, что происходит в мире культуры в России и соседних странах. Кроме того, у них есть YouTube-канал, в котором освещаются новые художники. Большое спасибо «Russian Art Focus». Кроме того, нас поддерживает Russian Art Newspaper, а также фонд Аксенова. Большое спасибо за поддержку деятельности публикации. Кроме того, я хотела бы поблагодарить фонд «Космоску», а также Сашу Буренкова, куратора программы, за то, что вы нам дали возможность собраться сегодня здесь. Перед тем, как я представлю спикеров, я хотела бы показать небольшой видеоклип, который показывает более подробно то, что такое сегодня русское российское искусство. Провокативно, но и так традиционно, российское искусство может быть как мистерство. Российское искусство похоже на знание. Российский Art Focus рассказывает о современном мире искусства России. Это ежемесячная цифровая публикация. Основатель Инна Баженова и Дмитрий Аксенов. Инна Баженова – коллекционер искусства, издатель, а также владелец международной сети изданий. Дмитрий Аксенов – основатель фонда Аксенова. Наша команда станет вашим гидом в мире наиболее современного искусства. Это издание публикуют англоязычные критики, журналисты и искусствоведы. Наша цель – дать наиболее комплексный обзор того, что происходит на российской художественной сцене. В наших публикациях участвуют знаменитые руководители музеев, кураторы и искусствоведы. Кроме того, вы можете подписаться на нашу рассылку и получать свежие новости каждый месяц. Russian Art Focus – из России с искусством. Итак, давайте теперь перейдем к нашей дискуссии. Сначала я хотела бы сделать небольшое вступление. Я думаю, что сегодня мы живем, конечно же, несколько по-другому. Мы все, когда зашли сюда, нам померили температуру. И хотелось бы использовать эту метафору для того, чтобы поговорить о температуре в мире искусства сегодня. Я бы хотела поговорить о группах в этом мире, которые формируются органично, возможно, на основе дружбы, и потом развиваются автономно и создают некоторую альтернативу существующим институциям. Это могут быть экономические, образовательные институции. Мы можем поговорить о том, что мы, в принципе, подразумеваем под институциями сейчас. Кроме того, мне недавно вспомнилась цитата Уильяма Гибсона, который говорил, что будущее уже здесь. Просто оно распределено неравномерно. И я думаю, что сегодня мы можем поговорить о разных перспективах взгляда на сегодняшнее состояние современного искусства. Что касается наших спикеров, они уже очень интересный взгляд разработали на эту и другие темы. Для начала я бы хотела представить группу ZIP. Я познакомилась с этой группой в Краснодаре ранее в этом году. Я сначала познакомилась со Степаном, когда он занимался ремонтом дверной ручки типографии. Позже я познакомилась с работой этой группы в целом. Она была основана в Краснодаре в 2009 году. И в этой группе участвуют также Василий Суботин и Евгений Рынкович. Они также преподают в Институте современного искусства Краснодара, который сейчас быстро развивается. Они также занимаются краеведением, создают инсталляции и различные объекты искусства на пересечении разных средств. Кроме того, они получили ряд наград, например, премию Кандинского и премию за инновации. Далее я хотела бы представить Симона Мраза, который является директором Астрийского культурного форума. Он занимается этим с 2009 года. И будучи куратором, а также в рамках своих частных инициатив, Симон был куратором ряда арт-проектов и выставок российских и международных художников, участвовал в работе «Космоскоу» и не только. В 2016 году он попал в список 50 самых влиятельных людей в мире культуры России. Далее Александра Дорофеева, который является основателем, директором и куратором Железногорского центра современного искусства «Цикорий», который был создан в 2018 году. Кроме того, она является одним из организаторов Железнодорожской биеннале. Александра изучала градостроительство, а также историю. Она занимается вопросами интеграции ментального, социального и физического пространства. И, кроме того, вы можете посетить ее стенд на этой выставке. И, наконец, Анастасия Паций, Санкт-Петербург. Она является искусствоведом, куратором, директором Музея нонконформительского искусства, а также резидентской программы этого музея. Она работает в музее с 2010 года как куратор. И Анастасия отправила мне как-то четыре огромных каталога Музея нонконформительского искусства. В основном это были каталоги, которые охватывали работы второй половины XX века. И, кроме того, у нее есть ряд степеней, в том числе в области либеральных искусств и СППКУ. Я бы хотела начать с вопроса про цели. Достаточно часто у тех, кто организует свою работу самостоятельно, спрашивают, как они взаимодействуют с институциями. А я хотела бы узнать, что вам не хватало и не хватает в существующем мире искусства, и что именно вас мотивирует, что именно вам не хватает, какой пробел вы пытаетесь сменить. Я думаю, что мы можем начать с Александры и продолжить по остальным нашим участникам. Всем добрый день. Я очень рада быть здесь. Я представляю Цикори, Железногорский центр современного искусства. И, отвечая на вопрос про то, с чем мы боремся и какую дыру мы хотим заполнить, развивая свой центр, наверное, я бы упомянула такое понятие вообще, как в английском это permeability, то есть, не знаю, способность проникать. И обычно это понятие используют в урбанистике, когда говорят о том, что в городском пространстве очень легко от одной точки, допустим, добраться до другой, не встречая никаких преград на своем пути. И вот мне кажется, что сейчас ситуация в провинциальных, в малых городах такая, что есть некий недостаток вот такой способности проникать между некоторыми структурами городскими. Возможно, системы в малом городе, они существуют в некоторой изоляции друг от друга, и как раз мы, Цикорий, хотим стать неким связующим звеном между этими системами. Спасибо. Саймон. Вопрос, чего не хватает? Да, что, на ваш взгляд, не хватает в мире искусства? И что вас мотивировало на то, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь? Что мне не хватает? Мы сейчас больше говорим о самоорганизации, о частных инициативах, и, в частности, в современной российской культуре. На мой взгляд, сегодня тем, кто избрал для себя этот путь, приходится достаточно непросто в текущем контексте. Тем не менее, эти инициативы очень релевантны, потому что они позволяют создавать пространства, которые существуют свободно от каких-то спекуляций и идеологий. Это действительно свободные пространства. И все это создает атмосферу, которая привлекает других людей. И я помню ваш вопрос, чего вам не хватает? Конечно, не хватает какой-то структурной поддержки таким инициативам. И поддержка, конечно, была бы очень важна. Без попытки контроля над этими инициативами в то же самое время. Я думаю, что инициативам, про которые мы сейчас говорим, помогла бы честная поддержка их работы, без попытки их контролировать, без попытки чего-то им навязать. И это скорее не то, чего мне не хватает, а скорее такие мои мечты, что было бы здорово. Было бы здорово, чтобы их признали и поддержали. Я посещал различные города, в которых существуют такие организации. И особенно прекрасно то, что такие инициативы очень быстро привлекают большое количество людей, не только молодых причем, но людей всех возрастов. И эти люди обычно действительно открыты, они готовы делиться идеями, обсуждать, создавать что-то вместе. И я думаю, что это действительно очень ценный клад в культурную жизнь для конкретного города, где существуют такие инициативы. Потому что иначе можно застрять где-то в прошлом и получить в результате просто какое-то кладбище прошлого. Я думаю, что, кроме того, такая поддержка была бы очень важна психологически, если бы администрация города или какие-то культурные властные учреждения города поддерживали бы такие инициативы, не говоря при этом напрямую, что они должны делать, разумеется. Такая поддержка может быть действительно очень важна, потому что надо понимать, что вклад таких инициатив в культурную жизнь города действительно очень высок, и он должен быть заметен и оценен. И куда бы я ни отправлялся, часто я вижу нехватку такой поддержки. Когда я приезжаю в какой-то город, я обычно встречаюсь с каким-то официальным представителем, и эти встречи обычно проходят в достаточно дружеской обстановке. Но потом я их спрашиваю про каких-то художников из этих городов, которых я знаю, которые обычно замечательные люди, но и эти официальные лица обычные понятия не имеют, о каких таких художниках я говорю. Они их просто не знают. И мне кажется, что это очень досадно, потому что официальным лицам стоит гордиться такими художниками. Всем доброе утро. Меня зовут Степан Субботин. Мы представляем типографию и группировку ZIP. Если говорить о какой-то нашей миссии, цели, то изначально она, наверное, строилась на какой-то личной инициативе и желании именно нас, как художников, остаться в Краснодаре. Но так как Краснодар не был развит в художественной среде, именно локальной, то нам нужно было эту художественную среду как-то самим создавать. И первая наша, наверное, попытка была именно связана с тем, что нам хотелось для себя комфортную среду создать, чтобы нам было с кем общаться, было где выставляться, где читать лекции, заниматься самообразованием. Мы сняли мастерскую на заводе ZIP и взяли название этого завода, который вдохновил нас на коллективную работу. А потом так получилось, что мы на следующем своем этапе стали самоорганизованной институцией, создали КИСИ, это самопровозглашенный Краснодарский институт современного искусства, где звали всех читать лекции, заниматься самообразованием и делать выставки. И в какой-то момент у нас появилась возможность вместе с местным бизнесменом Николаем Морозом открыть типографию, именно как центр современного искусства в городе. Уже не на заводе, это было достаточно большое пространство, и мы уже перешли на следующий уровень ответственности. Мы перешли к такому важному социальному, политическому, отчасти проекту, типографии, который сейчас уже тоже, мне кажется, на какой-то новой стадии находится. У нас работает около восьми сотрудников. И мне кажется, вот наши цели сейчас – это сохранение коллектива и открытие, наверное, уже современного искусства не для художественной среды в городе, а именно для публики, работы с публикой. Мне кажется, это у нас сейчас одна из главных целей – привлечь внимание, аудиторию в типографию. Немножко, может, хочу еще дополнить, как-то обобщить то, что Степан сказал. Одной из главных целей у нас является формирование сообществ различных, и у нас это происходит именно на базе типографии. То есть мы хотим создать в своем городе точку притяжения для различных групп людей, для тех, кто интересуется искусством, кино, музыкой. То есть это такой культурный кластер, который был создан по принципу горизонтальной инициативы. То есть не было каких-то ресурсов от администрации города, например. Это было именно желание самих жителей, то есть нас, как жителей города, локального бизнеса, вот в лице, например, Коли Мороза. То есть все появилось снизу, потому что была необходимость, было желание создать что-то такое, при этом оставаясь в своем городе. То есть в какой-то момент у нас был вопрос о том, что может нам стоит снять мастерскую в Москве, например, и переехать сюда. Но при этом мы любим свой город, нам нравится его масштаб, его как бы соразмерность. И поэтому зачем переезжать куда-то, где и так много всего. То есть Москва довольно насыщена событиями, большое количество художников, институций. И гораздо интереснее развивать что-то с нуля и занимать эту нишу, которая была пустая у нас в городе. Ну да, я еще хотел дополнить то, что Горилл Симон, это очень важно, чтобы была поддержка на каком-то уровне, высоком, наверное, городском. Но вот что нам ценно, что это все идет действительно от каких-то связей дружеских, связей взаимопомощи. То, что мы являемся и художественной, и вот такой городской площадкой, в которой участвуют разные люди, которые хотят быть в этом. Анастасия, может, тоже присоединитесь. Тоже вопрос про цели. И вот как раз, может, продолжим про горизонтальные связи и вертикальную поддержку. Я вот тут поворачиваюсь к вам, смотрю на вас на экран. Спасибо, Кристиана. Продолжение следует... Продолжение следует... Из вот этого вот нелегального сфота сделать вполне себе официальный, уже сегодня очень известный культурный центр, договариваясь с местной администрацией, получая поддержку с разных сторон. Вот эта лакуна, которую Пушкинская 10 запомнила, это было в первую очередь рабочее, ну и потом уже, конечно, такое презентационное пространство для художников, которые долгое-долгое время были вынуждены оставаться в андеграунде и были широкому кругу людей неизвестны. То есть стояла такая практическая задача, нужны были мастерские, их не было, получить их было формально нельзя. И тогда вот художники выбрали путь схвата, захвата с последующей трансформацией в институцию. Ну и с культурной точки зрения это, конечно, была такая большая лакуна, я бы даже сказала, дыра, и вот эти обе цели были достигнуты. Хотела бы продолжить вот с таким вопросом, вопрос про аудиторию, потому что во всех выступлениях сейчас говорилось о создании сообществ или о сообществах в том или ином виде, об этом желании остаться в своем родном городе. И вот я здесь задумалась, для кого эти инициативы? Если основной фокус это сообщество, то хотел бы ввести два понятия. Первое – это знакомство, и второе – чувство незведанного или восторга. То есть в первом случае нужно быть знакомым с местной аудиторией и приглашать людей в какое-то знакомое для них место, где они чувствуют себя своими, куда они спокойно входят, где они могут даже поучаствовать. Но при этом нужно создавать какие-то моменты удивления, нужно называть людей любопытством. И, наверное, здесь не так просто сразу сходу найти баланс. Как увязать эти два вектора, как заинтересовать людей в знакомом, родном месте. Как создать это чувство необычного? Может, здесь помогает архитектура? Может, какие-то практики выставки? Может, какое-то обрамление эстетическое? Может, какой-то момент остранения, где вы слегка отступаете от привычного контекста и создаете ситуацию для людей, где они видят что-то необычное, и это создает для них момент задуматься, на минуту остановиться. То есть вот как создать это чувство необычного, как вызвать любопытство в таком-таком контексте? Кто-то хочет ответить? Мне можно начать, да? Очень здорово, что вы говорите о чуде и узнаваемости в рамках институции. Мы вообще очень любим говорить про чудеса. И когда только наше сообщество решило, что пора становиться серьезными, и мы хотим стать официальной институцией со всеми последствиями, мы думали о том, что было бы здорово развить некую субъективную флиртующую институцию, которая могла бы устанавливать очень теплые дружеские связи с посетителями. И конкретно как мы пытаемся этого добиться? То есть мы очень много рефлексируем, как так сделать, чтобы институция была не о дежурной улыбке, а скорее о каких-то таких постоянно меняющихся отношениях с аудиторией. Мы пытаемся именно, допустим, в поле СММ и в поле каких-то инфоповодов действовать именно как живой организм. И в принципе мы нашу институцию вполне очеловечиваем. И я думаю, что это как раз тот момент одновременно узнаваемости и чуда. Время пока есть. Но я думаю, что я начинаю так, что я думаю, что искусство, но важное искусство, оно всегда занимается эссенциальными вопросами. Эссенциальными вопросами отвечают очень, я думаю, близко от реальности. Поэтому я думаю, что очень сложно сейчас строить какие-то там творцы культуры. Потому что эти творцы, они очень красивые, но вопрос, если они близко от реальности или нет. Но они могут быть как кунстали существуют, они в конце концов такие. Но они хорошо для показа искусства. Ну, здесь тоже это прекрасно работает. Но это не где можно показывать искусство, но она, я думаю, вратливо будет там растет. И она растет именно где художники или где искусство себя не так кажется. Я не художник. Она, мне кажется, там растется, где не только реальности близко, но тоже где чувствуется дома. Поэтому вот это familiarity, это именно вот это там. Поэтому я думаю, вот эти места, где растет, она может быть в деревне растет, она может быть в каком-то... Но где там есть, где встречаются творчества, встречаются важными вопросами, социальными, реальности, но где все вокруг, что важно, эссенциально. И поэтому я думаю, все вот эти самоорганизации, именно о которых мы говорим, они так важны. И потому что там встречаются люди, люди, которые там работают, они там не только свободны, а свободность это один, но они себя чувствуются дома. И... Но у меня есть... Очень вот это вы говорили, у меня просто сам есть вот это маленькое-маленькое впечатление, просто мы в моем квартире, это мне... Просто моя квартира, это точно никакая какая-то заменитая история, но что мне всего нравится, когда я даю художник свои ключи, чтобы художник и художница может там работать, он приходит там в любое время, и это мне просто там самое неприятное ощущение, что я немножко чувствую, и думаю, что художник сам себя там хорошо и нормально чувствуется в моем месте. И мне тоже важно, когда потом художники приглашают, их люди, их друзья, потому что, думаю, это очень хорошо как-то показывать, там потом в таком личном пространстве, что это чувствуются художники сами, как Хасай, и потом еще можно какие-то там кураторы, какой-то выпили, не выпили, но они даже не должны быть слишком много, что потом теряется, вот это чувствуется быть домом, да, то есть всегда в этом контексте очень важно, кто дома и кто придет в гости, и я думаю, что дома должны быть Хасай, это художники и люди, которые там занимаются, и гости, или съезд наоборот, но это здесь тоже может быть по-другому, вот здесь это большая, вот это прекрасный гостиный двор, здесь продается искусство, все это очень важно, а здесь практически искусство гост этого пространства для меня, но именно чудо реализации искусства, оно там, по-моему, реализуется, где чувствуется дома. Мне кажется, то, что это две разные тактики, и чтобы совмещать их, нужно находить силы уходить от них, отчуждаться, да и возвращаться обратно, потому что удивление, оно все равно существует ближе к людям, к тем, которые занимаются разными другими профессиями, и ждут какого-то удивления, чтобы развилось как бы последующее их мышление. А для художников важно какая-то локальная, автономная среда, помимо того, чтобы они могли открывать то, что закрыто, да, ну, например, какие-то двери, как котам. Котам тоже как бы не нравится, когда двери закрыты. Вот. У нас год назад произошел переезд из одного пространства в другое, и мы… ну, это был на самом деле очень большой страх того, что тебе нужно все менять, нужно делать ремонты какие-то колоссальные. Вот. И что нас вдохновило, это то, что мы можем в этом новом пространстве делать что-то еще, кроме выставок. Вот. И то, что это пространство будет действительно социальным за счет этого, потому что выставка – это важное политическое поле, где встречаются люди в свободном пространстве с искусством друг с другом, но с другой стороны выставка все равно преобладает некими консервативными свойствами, да. Вот. И мы думали, что… Ну, и нам хотелось, и, в принципе, мне кажется, мы этого добились отчасти, что новое пространство – это такой гибрид, где человек приходит смотреть кино, приходит слушать разного уровня лекции, сложности, где он параллельно может заниматься каким-то изучением книг или прийти на фестиваль или на свопы. Вот. Все это будет среди искусства, и искусство перестает быть чем-то элитарным и повешенным на белые стены, а наоборот приглашающим каким-то разным опытом восприятия. Вот. И это то, к чему мы стремимся, чтобы мы были гораздо разнообразнее в плане опыта. И вот, наверное, главная задача сейчас. мне очень нравится эта связка, которую Кристиану предложила, известность и, скажем так, потенциал удивлять и удивляться. И вот слушая сейчас ответы коллег, размышляя, мне вообще кажется, что этот принцип, он лежит в основе двигателя пушкинской действий, потому что, с одной стороны, это уже такая довольно старая, известная, узнаваемая и, ну, солидная организация, но, с другой стороны, все равно, если спросить какого-то среднестатистического нашего посетителя о том, что такое советский андеграунд и что такое ленинградский нон-конформизм, то не все смогут как-то конкретно ответить. То есть очень много посетителей приходят к нам, потому что это классное место, там приятно находиться, там необычно, интересно, живые художники, разные галереи, бары, но они очень мало порой знают о историческом контексте, вообще о том, как это место возникло. И вот мы пытаемся тут балансировать, с одной стороны, продвигать центр как место, куда можно прийти за современным искусством и за какой-то творческой самореализацией и среди художников, кураторов и посетителей обычных, и в то же время продолжать вот эти вот раскопки этого большого такого каньона под названием советское неофициальное искусство и как-то наши находки эффектно представлять. И я как раз думаю, что когда в институции есть хороший баланс между известным и удивительным, то это дает как-то энергии, вырабатывает определенный бензин для того, чтобы работать. Позвольте заострить внимание на пространство. Вы все об этом говорили на протяжении дискуссии и давайте свяжем это понятие с идеей становления институции. Вот вы переехали в новое пространство и действительно это такой волнующий, может даже пугающий опыт и вдруг вся ваша деятельность обрамляется такой конкретностью. Александра говорила как раз о дороге на пути к становлению в качестве институции. И вот здесь мне интересно, когда вы наконец стали институцией, у вас наконец реализовалась мечта о своем пространстве, можно ли как-то в этом застрять? Появляется ли нужно ли как-то компенсировать такую возможность? С одной стороны, перед вами раскрываются новые горизонты, когда вы получаете свое пространство. С другой стороны, бытие в качестве институции накладывает определенные ограничения. Как между этим лавировать? я бы предложила изменить порядок, я бы хотела сначала коллег послушать, чтобы дискурс... мы задумывались задумывались над этим постоянно, что институция является неким монументом на площади, который уже невозможно сдвинуть, и он не обладает какой-то мобильностью, которой бы хотелось в городском пространстве, что мы все-таки находимся в четырех стенах или в восьми или в двенадцати. Вот сейчас что я бы хотел сказать про типографию, что у нас пока что не выстроилась какая-то база, которая необходима для этого монумента. Вот и этот монумент, он скорее не про величие этого места или еще что-то или про какие-то такие монументальные темы, это скорее про встречу, про то, что в Краснодаре есть место, куда ты можешь прийти и встретиться с чем-то необычным, получить какие-то знания. И вот как бы эта база, монументальность или эта площадь, которую не сдвинуть, она заключается вот как раз таки в этой встрече. Но мобильные проекты, они важны тем, что ты, наверное, в них расслабляешься и находишься в таком приключении, потому что вот эта работа с чем-то постоянным, ну, она сложная, много финансовых вопросов, которые как бы всегда находятся в нестабильном состоянии. вот о мобильности проектов, вот у нас есть проект пути, где мы путешествовали на Volkswagen и транспортере по разным городам, мы знакомились с художниками, самоорганизациями, институциями, вот, это некий опыт, который дает тебе новые силы, поэтому, мне кажется, вот это этот баланс между чем-то статичным и чем-то мобильным, его очень важно нам находить для получения энергии, желания вот как бы заниматься чем-то в одном месте. Ну, это дополню, то, что во время карантина было острое ощущение того, что наше коллективное тело, оно находится в какой-то боли, то, что пространство тысячу квадратных метров, которое находится пустующим, людей там не собирают и не встречают, и какие-то пограничные выступают силы, которые препятствуют тебе встрече этой, и это такой опыт, который интересно почувствовать. Какой был вопрос, еще раз? Вопрос был про важность физического пространства для работы, которую вы делаете. Я думаю, что невозможно просто все делать онлайн. Это просто невозможно. Я не знаю, во всяком случае, для меня искусство это по-прежнему что-то физическое. это про встречу с человеком, разговор с человеком, и в пространстве вы будете говорить с человеком по-другому, когда вы с ним встречаетесь лично, чем в онлайн-пространстве. Так что, мне кажется, такое физическое пространство, это всегда будет актуально. Мне очень нравится риторика Степана про социальное пространство, физическое, социальное. Действительно, мы во время карантина поняли, что какие-то очень важные механизмы все-таки можно перенести из физического, но, конечно, волшебство личной встречи никогда не заменишь. А если говорить вообще в целом о физическом пространстве города, допустим, я бы сказала, что художники Железногорска очень увлечены как раз развитием вот этого сюжета. Я упомянула во время своего первого спича историю с проницаемостью, и я бы сказала, что как раз Железногорск это город, где проницаемость развита на 100%. То есть, это такой город-сад, город-жин, джунгли, где можно потеряться очень легко и остаться инкогнито, допустим, несмотря на этот маленький размер. И художники Железногорские любят рефлексировать на эту тему, также на тему пространственной чувственности. Это такая формулировка, которую мы придумали, говоря о тех городах, где нет достопримечательностей, в классическом понимании этого слова. То есть, Железногорск очень молодой город, и его главная достопримечательность это как раз такое гомогенное возможно пространство, по которому очень приятно фланировать. да, в целом вот история города, урбанистические вот эти сценарии, мы любим их развивать как сообщество и как арт-группа. все уже сказали, мне кажется, что вот то, что мы говорим, это такая лоджа любви нашему дома, нашему физическому пространству, и я должна сказать, что вот когда начался карантин, мы в марте закрылись для пустителей, для нас это была огромная травма и моральная, и финансовая тоже, и пережив ее, я, например, подумала, нам здорово, это возможность освободиться от бремени, от физического пространства, потому что вот тоже коллеги сказали, что это очень тесно связано с постоянными расходами, с головной болью по поводу каких-то технических моментов, там починить, что-то покрасить и так далее, пространство в реальности требует очень много сил, и вот мне показалось, что эти месяцы самоизоляции, они помогут нам как-то от этого освободиться и полностью перейти в онлайн, но оказалось, что после практически полугода работы в цифровом формате я вернулась на Пушкинскую и в музей и поняла, как этого сильно не хватало и еще больше почувствовала привязку к реальному пространству, и я думаю, что здесь я тоже занимаю такую, может быть, несколько разводную позицию, пространство реальное, оно крайне важно, и вот в нашей ситуации в нашей поскольку она заключалась именно в пространстве рабочем для художников, в пространстве для выставок и для показа публичного этого альтернативного искусства, то понятное дело, что нужно было пространство, нужно был дом и так далее. и сейчас это по-прежнему важно, по-прежнему актуально, и я думаю, что в будущем мы увидим очень много новых возможностей цифровых пространств и будет вообще какая-то новая виртуальная фотография, но все равно физический адрес и вот это вот место, где можно физически принять гостей и встретиться, оно все равно будет играть очень важную роль. Мы вот запустили в марте, у нас поскольку также работает программа резиденции в ад-центре, мы ее перевели в виртуальный режим после того, приложили огромное количество усилий вот в марте, апреле, и сейчас очень много классного, хорошего фидбэка от художников, но никто не сказал, что участие в виртуальной резиденции доставных отказаться от планов приехать в Петербург и на Пушкинскую, и я думаю, что это доказательство того, что физическое пространство по-прежнему очень важно. Теперь вопрос про навыки и набор навыков и знаний. Вы все работаете в разных областях и с разными людьми, с кураторами, с представителями власти, вы работаете с художниками, с исследователями, с архивистами, выполняете роль фандрейсеров и для всего этого общения вам нужны различные навыки. Конечно, иногда они пересекаются, но тем не менее, вы когда-либо встречались с конфликтом между разными вашими ролями и какие при этом навыки являются незаменимыми. Пожалуйста, кто хочет ответить на этот вопрос? Сейчас мы стремимся к тому, чтобы каждый занимался на своем месте профессионально. Своей работой куратор занимался курированием, публичной программой занимался человек, который ее создает. Лена у нас Ищенко главная кураторка, Мариана занимается курированием кино, лекции, кинопоказов. И мы выходим, мне кажется, сейчас уже на какую-то профессиональную сторону рабочего процесса, но при этом все равно все мы занимаемся одновременно и уборкой пространства, и распространением информации, общения с патронами. Это, в общем, такая тоже мультифункциональная постоянно какая-то деятельность. Но мы хотели бы, чтобы сама работа строилась на каких-то более понятных профессиональных основах. Мы к этому стремимся, но это сложно сделать. А для нас, вот как для группировки ZIP, мне кажется, работа в типографии все время наоборот была такой сменой деятельности, которая тоже необходима и художнику, и куратору, любому работнику или работнице культуры, потому что часто мы попадаем в такую рутину, которая очень однообразна. А когда ты можешь заняться организацией выставки или просто каким-то физическим трудом и разбавить свою повседневность какими-то новыми процессами, которые при этом тоже находятся в рамках культурной деятельности и общего целого, то нам это придавало силу, мне кажется. Такое разнообразие. — Конечно, некоторые функции остаются необходимыми, от них нельзя избавиться. Например, находить деньги, и нравится мне это или нет, мне, конечно, приходится этим заниматься. Если я хочу чем-то заняться, мне нужны средства, и да, мне это не очень нравится. Конечно, прекрасно, когда есть люди, с которыми у вас есть доверие, которые готовы предоставить ресурсы, это прекрасно. Но в целом заниматься финансами это не всегда самая прекрасная часть нашей работы. Это с одной стороны. Что касается художественной работы, кураторской работы, я думаю, что надо понимать, что все это меняется с годами. Например, я вдруг недавно для себя понял, что я уже не 10 лет в России, в Москве, а уже 12. И, конечно, за это время многому учишься. И вот это время, которое ты занимаешься чем-то, это играет в твою пользу, особенно, когда ты хочешь развивать искусство, показывать его. и когда проходит время, конечно, ты начинаешь стареть и начинаешь все больше ощущать связь с сообществом, которое тебе нравится, тебе хочется там остаться. и все это тоже влияет. И здесь появляется интересная задача попытаться остаться интересным, попытаться сделать так, чтобы мои задачи оставались интересными для меня. То есть это двойной интерес. Интерес для меня и интерес того, что я создаю. иногда это комфортно, требует выхода из зоны комфорта. Что касается кураторства, это, в принципе, очень интересная тема, особенно здесь, в России. С одной стороны, это художественная работа и работа с художниками, но, кроме того, куратор должен заниматься целым рядом других задач. И сейчас я работаю с молодыми кураторами много, и это очень приятный процесс, потому что они привносят новые идеи, новые мнения, некоторую свежую волну в эту работу. мне это очень нравится, работать с такими кураторами в рамках проектов. Я помню один проект где-то в Подмосковье, и в этом проекте мне было очень интересно обнаружить для себя, что мое видение проекта очень сильно отличается от видения молодых кураторов, и замечательно, когда есть возможность объединения объединить идеи, обсудить их, создать что-то новое. Это заставляет почувствовать себя живым. Мне кажется, очень забавно отвечать на вопрос про скиллы в контексте Железногорска, потому что все виды деятельности, которые вы перечислили, исследователь, куратор, арт-критик и так далее, они супер маргинальные в Железногорске, никто не понимает вообще, кто должен, кто эти люди, совмещать все эти функции разом, конечно, очень интересно. В любом случае, мне очень нравится наблюдать за ситуациями, когда человек одновременно стоит в нескольких полях, то есть одной ногой в современном искусстве, другой в менеджменте, и это интересно с точки зрения вообще контента художественного, наверное, потому что очень увлекательно смотреть на художественные проекты, которые делает человек вне дисциплины. Допустим, если менеджер какой-нибудь в формате художественного проекта рассказывает о каких-то проблемах, которые он решает. И с другой стороны, очень полезно, я думаю, в любой критической ситуации думать, что ты художник, потому что это дает себе карт-бланш и много смелости. Кстати, про карт-бланш художника я согласна. Я сейчас веду курс по арт-менеджменту в Академии Штиглес, и у нас завязалась недавно с студенткой дискуссия по поводу того, что у художника, в отличие от куратора или арт-менеджера, есть такой карт-бланш, то есть он может, скажем так, с карточкой художника пройти практически в любую область, и ему там будут рады, и у него будет возможность очень субъективно, например, работать с темами микробиологии, и никто не будет требовать от него какой-то научной точности. если куратор пойдет в область экономическую или еще куда-то, то там требования совершенно другие, или если, например, экономист придет в искусство, то мне кажется, что у художников здесь очень повезло, но на них большая ответственность. Ну и у нас, в принципе, вот сравнивая западный и российский опыт, это, конечно, поразительная разница, насколько у нас ожидают от кураторов тех же самых, что они будут делать абсолютно все, и мне кажется, в самоорганизованных институциях, вот про которые мы сегодня говорим, эта мультидисциплинарность, она еще ярче проявляется, то есть я думаю, что вот у нас в команде, например, все такие культурные разнорабочие, и действительно может быть такая ситуация, когда ты утром участвуешь в какой-то конференции, днем принимаешь социальную делегацию с высокопоставленными гостями на выставке, вечером ведешь лекцию, а перед ходом моешь пол или делаешь какие-то еще мелочи на монтаже, и как-то вот все это соединяется в одном человеке, поэтому я думаю, что в принципе люди, которые вот берут на себя смелость организовать собственно инициативу, собственное пространство, у них уже есть такое, у них уже есть такие амбиции все делать своими силами, ну, по понятным причинам, и я думаю, что это качество хорошее, и вообще сложно представить, как можно в нашей области работать не межспекинарно. И, наконец, последний вопрос, по-моему, у нас почти кончилось время про будущее самоорганизующихся инициатив. Как вы думаете, каким оно будет с физической точки зрения, с точки зрения условий, подумайте о будущем самоорганизующихся инициатив, что нам нужно сейчас для того, чтобы продолжать развиваться в будущем. Мне любопытно, что вы думаете на эту тему и подумайте также о вопросе масштаба. Мы сегодня обсуждали сообщество, и это сообщество может охватывать целый город, но, может быть, вы хотите развиваться дальше. Например, Александра, вы говорили про объединение, или, может быть, вы хотите расширять ваше сотрудничество с другими сторонами. Мне интересно, в общем, что вы в целом думаете о будущем и какие условия нужно создать, чтобы вы могли продолжать развиваться? Я думаю, что самоорганизованные инициативы это, вероятно, наиболее интересный и многообещающий формат. И он уже состоялся, скажем так. Когда я сюда только приехал, мне казалось... Я, кстати, говорю про общие мысли. не про Россию конкретно. Вот следующее, да, общество сегодня и государственная культурная политика сегодня не так интересны для людей с точки зрения того, какое там наполнение по искусству. И есть государственные институции, которые хорошо справляются с подобными задачами. Но когда речь заходит про креатив, про взаимодействие, то тут уже они слабее. Дальше есть коммерческие начинания, но тут всегда людей тянет к такой оформухе. Если вы что-то продаете, то оно должно вписываться куда-то. и мне нравится, что здесь происходит, но все равно это такое суждение несколько негативное. Потому что есть такой эстетический уровень, который более доступен для людей. А потом есть само искусство, как мы его понимаем. а сегодня мы живем в такое время, где происходят большие общественные изменения, отрывные изменения. Просто что-то страшное происходит, что-то пугающее. И вот в такое время есть необходимость иметь какое-то место, где вы можете что-то свободно обсудить, где вы будете чувствовать себя как дома. какая-то безопасная гавань, безопасное пространство, куда всегда можно вернуться. И здесь, кстати, помогают коммуникации. Сейчас ведь не обязательно быть лично в Москве, на Манхэттене, в центре Парижа или где-либо еще, чтобы вас услышали. Это, в принципе, больше не обязательно. из самой разной технологии, коммуникации, так можно скакать по всему миру. Здесь художник, он сейчас вообще на острове отдыхает, вот в Инстаграме у него видел. Совсем другая атмосфера. Он на Гаити и, в принципе, можно там комфортно оставаться, необязательно постоянно быть в разъездах и при этом вас услышат миллионы людей. Я думаю, что это может служить хорошим подспорьем для развития самоорганизованных инициатив. Кто-то еще хочет добавить что-нибудь? Я могу добавить. Согласна, да, с тем, что было сказано. Я думаю, что количество самоорганизованных каких-то инициатив, оно будет расти. В принципе, такая тенденция есть, чего, на мой взгляд, не хватает для того, чтобы этот рост был более интенсивным. Это три компонента. То есть, во-первых, не хватает, конечно же, государственной поддержки. Все проекты, они очень часто держатся на личном энтузиазме, на готовности участников поставить, скажем так, отодвинуть свои какие-то экономические потребности, и это создает такую очень нестабильную ситуацию. То есть, я думаю, что было бы очень здорово, если бы у нас существовали какие-то программы поддержки культурных государственных фондов и представительств, чтобы такие инициативы поддерживать. Даже если, например, у них там хороший, не такой масштабный проект, но у них нет юрлица, или как-то не создавать, попытаться преодолеть вот эту вот стену бюрократии, которая зачастую стоит между представителями этих классных новых инициатив и деньгами, которые они могут использовать на свое развитие. Во-вторых, хотелось бы очень, чтобы у таких пространств было больше видимости, чтобы их приглашали, чтобы про них говорили, про них писали. Мне кажется, очень часто очень часто мы думаем, да, ну вот посмотрим, чем они будут заниматься через 2-3-4 года, и тогда мы их пригласим, или тогда сделать выставку, или дадим каталог, а это пространство, оно уже может не существовать через это время. То есть надо их прямо вот так вот брать и смотреть на них, пока они находятся в фазе бутона, скажем так. И в-третьих, я думаю, что очень помогло бы, если бы у нас в образовательном поле студентов, которые сейчас там учатся по художественным социальностям, по смежным направлениям типа культурного менеджмента, искусствоведения, чтобы у них было больше практических навыков вообще создания проектов, и объяснять людям, вот у вас есть такая классная идея, а так вы ее можете реализовать. То есть у нас очень часто, я по крайней мере наблюдаю, что выпускники художественных вузов, они выходят очень вдохновлены и с огромным творческим потенциалом, но им не хватает практических навыков и сетевых связей, чтобы свои идеи реализовать. Так что будем надеяться, что будут пассивные изменения здесь. Да, я хотела добавить, мне кажется, что самое, возможно, самое интересное в самоорганизациях, это вообще экспериментальный подход к выстраиванию внутренних коммуникаций и внешних коммуникаций. Внутренних, то есть там распределение труда, какие-то эксперименты с этим. Внешние, то есть самопозиционирование в информационном поле, допустим. И было бы здорово больше говорить о таких инсайдерских вещах, потому что я думаю, это огромное наследие, которое в принципе можно использовать для создания стратегии будущего в других дисциплинах и вообще в жизни в целом. Я тоже с этим согласен, то, что самоорганизация, она в целом, если будет происходить не только в художественной среде, а вообще много же есть разных возможностей и разных сфер для самоорганизации, это, мне кажется, будет очень революционно менять ситуацию в целом. И хотелось бы, наверное, чтобы самоорганизация, которая особенно долго продолжается, была меньше самоэксплуатации, но чтобы было меньше самоэксплуатации, нужна какая-то дополнительная поддержка, которая бы могла гарантировать какое-то будущее хотя бы на несколько лет вперед. Но опять же, мне кажется, бывает много разных самоорганизаций и все зависит от цели. Допустим, наша цель, как мы уже говорили, это работа с городским контекстом, работа с художественной средой, работа с разными сообществами. И для такой самоорганизации нам нужно долгосрочное понимание будущего. И хватит нам на это сил. А силы будут, если будет какая-то поддержка разных опять же может быть уровней. Ну и еще мне кажется, что для самоорганизации очень важно сетевое взаимодействие, что мы все можем общаться друг с другом, друг друга поддерживать. И если у нас даже нет каких-то возможностей сейчас связанных с ресурсами или еще чем-то, то мы хотя бы можем как-то друг друга поддержать. Но в принципе в этом нету проблем. Мне кажется, эта тенденция развивается в последнее время. И мы прекрасно дружим, ездим друг к другу в гости в Новосибирск, Омск, Железногорск, Краснодарский край. Эта сеть уже создана по сути. И этой сети мне кажется нужна поддержка. мне кажется, очень важно вдохновлять самоорганизации, чтобы они видели свое будущее. Я думаю, что на этой мысли как раз будет очень красиво закончить. Действительно преисполняемся надеждой того, что в будущем будет больше поддержки для самоорганизованных инициатив. И мне, по сути, даже нечего добавить. Спасибо участникам и публикам.